Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Ситнес и я его ведущий, Кравцев Сергей. Сегодня с вами мы поговорим об артритах и артрозах. Да, и смотрите это видео до конца, потому что именно сегодня, именно здесь будут уникальные советы по физиотерапии домашних условий. Они просто фронтические. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Начнем вот с чего. Давайте подумаем, чем же отличается артрит от артроза. Отличие артрита от артроза в том, что артроз это хроническое заболевание, обусловленное дегенеративными изменениями в самом суставе, главным образом суставной ткани хряща. Артроз характерен больше для людей пожилого возраста, ну или по крайней мере для людей старше 45 лет. Артрит же является чисто воспалительным заболеванием, которое может встречаться у людей любого возраста. Ну а теперь, дорогие друзья, разберем лечение артритов и артрозов дома. Первонаперво, забудьте о лечении исключительно народной медицины. Артрозы и артриты это тяжелые заболевания, способные к рецидивам. Они лечатся длительно и системно. Начнем с самого простого. Это местное лечение. Одно из самых популярных это нанесение утреннего и вечернего Е, димексида и диклофената. Причем последний стоит использовать даже при условии, если вы пользуетесь им в эволюционной форме или в табликиру. Также можно вспомнить любимое средство наших бабушек. Веновазит, а также фастум Е. Его можно наносить в течение дня. Тем самым чередуют разные виды, разные виды нанесения мази и ели. Из пероральных препаратов, то есть стабилитированных, мы будем использовать. Кондопротекторы. Эти препараты тормозят развитие болезни. Восстанавливают разрушенные сочинения суставов. Заживляют их и активизируют выводку синдриальной жизни. Стоит отметить, что применение кондопротекторов требуется длительное, как минимум 3 месяца, чтобы вы увидели какой-либо эффект. Второй препарат – это плаквенин. Он окажет хороший противовоспалитель. Также не следует забывать о диклофенате. При сильных обострениях возможны добавления к нему ибупрофена. Чаще всего в виде геля, дабы усилить, обезболивающий. Но вы можете добавлять ибупрофен, также в пероральной форме, то есть стабилитированный. Вместе с диклофенатом они будут синергировать друг друга, то есть усиливать действия друг друга. Давайте теперь разберем некоторые возможные инъекционные формы препаратов, которые мы можем использовать дома. Если мы используем такой препарат, как диклофенат в инъекционной форме, мы обязательно должны отменить его пероральный аналог, то есть табилитированный аналог диклофенат. В тяжелых случаях возможно введение кинолога. Так как этот препарат относится к глюкокортикостероидам, следует проконсультироваться с вашим лечащим специалистом. Следует ли вам употреблять такой сильный и агрессивный препарат? Оправданно ли это в вашем случае? И напоследок, самое эффективное, самое безопасное лечение, которое только может быть. Дорогие друзья, это физиотерапия. Применение физиотерапии нисколько не умаляет, не отменяет применение выше пересказанных препаратов. Но она усилит лечебное действие. Она последний, так скажем, гвоздь в крышку гроба вашего заболевания. Итак, у нас сегодня будет только два проверенных, так скажем, уже старых, добротных способа физиотерапии. Первый – это электрофорез. Электрофорез мы будем делать с раствором иофилина, и димексида. Кстати, для тех, кто не знает, электрофорез стоит всего лишь 2000 рублей. Ну, иногда 3. В зависимости от того или иного магазина медицинской техники. А препараты, которые используются в электрофорезе, как правило, на порядок дешевле, и стоят от 50 до 300 рублей максимум. Так что берите себе на заметку, дорогие друзья. Электрофорез. И вторым прибором физиотерапии, дорогие друзья, будет фонофорез. Фонофорез, проще говоря, это аппарат ультразвуковой терапии. При помощи него мы будем вбивать гидрокортизон прямо непосредственно, непосредственно в грудь сустава и обеспечивать максимальный эффект работы данного аппарата. Плюс мы будем с самим ультразвуком оказывать лечебное воздействие на наши уставы. Кстати, ультрафонофорез, ну, точнее, его аналоги, можно сказать, на Алиэкспресс, стоит он будет тоже порядка 2-3 тысяч рублей. Не забудьте, что данные перечисленные в два метода очень эффективны, и я рекомендую их всем, для того, чтобы достичь максимального облегчения о ваших артритах и артрозах. С вами был Медикал Фитнес, Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, задавайте мне вопросы в комментариях о том, как же вам лучше всего вылечить ваши артриты, артрозы или другие жалобы, которые вы находите у себя, дорогие друзья. Да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!